Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Дело об исчезнувших киосках. Со штрафстоянок пропали почти 600 павильонов, переданных на хранение после конфискации. Для гостей праздник, для них бумажная волокита. Общероссийской системе ЗАГС исполняется 98 лет. Увековечили в граните. Памятная доска Рудольфу Абелю появилась на доме, где жил легендарный разведчик. 20 декабря свой профессиональный праздник отметят сотрудники органов госбезопасности России. История становления одной из самых мощных в мире спецслужб началась после Октябрьской революции 1917 года. Первое ее название – Всероссийская чрезвычайная комиссия. Она была создана для борьбы с контрреволюцией и сападажем. В настоящее время главная задача органов безопасности – борьба с терроризмом. Вопрос очень много разных, связанных с теми же нашими вовремя с южными республиками, а теперь больше из-за убежа. И, конечно, это снова на вас возлагает особую задачу. Конечно, внутри мы должны быть, еще раз скажу, максимально мобилизованы, максимально ответственны, максимально едины для того, чтобы успешно решать те задачи, которые решаются здесь. То есть орган ПСБ, орган безопасности, когда люди работали государственные, ответственные, которым государство получило безопасность. Спасибо огромное за то, что вы делаете. У нас подготовка идет в чемпионат мира в 2018 году. Я думаю, на вас тоже возлагаются очень серьезные задачи по поводу безопасности предстоящих предприятий. Но я хотел бы получить полную уверенность в том, что совместными усилиями мы с вами достойно подготовимся к любым вызовам. Приоритетной задачей наших предприятий остается обеспечение национальной безопасности государства в условиях обострения международных конфликтов и недружественных актов со стороны отдельных иностранных государств. Разрешите выразить слова благодарности и уважения всему личному составу управления за добросовестный труд. В Самаре открыли мемориальную табличку в память о легендарном советском разведчике Вильяме Фишере, больше известном под именем Рудольф Абель. О советском шпионе весь мир узнал в 1957-м, когда в США его арестовало ФБР. В 1962-м Фишер вернулся на родину. Его обменяли на американского летчика. Долгие годы информация о Фишере, в том числе и о том периоде, когда он жил в Куйбышеве, хранилась под грифом «Секретно». О загадочных страницах самарской истории материал Лариса Шалафаст. Мемориальную табличку в памяти легендарном советском разведчике установили на доме номер 8 по улице Молодогвардейская. Именно здесь в начале 40-х жил советский разведчик Вильям Генрихович Фишер. Но весь мир узнал его под именем Рудольф Абель. В 1947 году Фишера в качестве нелегального агента отправляют работать в США. Его основная задача – сбор информации об атомном оружии. За несколько лет до этих событий Фишер жил и работал в Куйбышеве. Историю его пребывания здесь изучил полковник в отставке, хранитель музея истории ФСБ Сергей Георгиевич Хумарьян. Легендарный разведчик не только преподавал радиодело в секретной разведшколе, но и проводил так называемые шпионские радиоигры, чтобы дезинформировать противника. Работа Рудольфа Абеля, она позволила нашей стране обрести ядерный паритет Соединённых Штатов, а впоследствии и космический приоритет. И после этого с нами стали разговаривать очень вежливо. Гранитную табличку в памяти разведчики установили в канун Дня сотрудников внутренних дел. Над проектом работали несколько месяцев. Мы открываем очередную страничку истории, которая интересна нашим гражданам. Люди лучше станут понимать жизнь нашего города, его прошлое. Они узнают, какие люди так или иначе связали судьбу, хоть на коротком периоде времени, но тем не менее с нашим городом. Было очень много дебатов, цвет, состав, материал, потому что всё самое лучшее. Потому что это делается на века. У нас появилась ещё одна точка историческая, в которую люди будут ходить, знать. И в принципе я очень этим доволен. Мемориальная табличка в памяти разведчики – не последний проект. В планах оргкомитета «Культурная Самара» установить в следующем году на безымянке арт-объект «Маленькие герои Большой войны». Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Один из старейших судов Самары Кировского района приобрёл новый облик. Здание на проспекте Кирова полностью отремонтировали по федеральной программе. Торжественное открытие, в котором принял участие губернатор Самарской области, совпало с 55-летием Кировского районного суда. Во время ремонта старались использовать экологичные материалы, в основном российского производства. Обновлённый интерьер получили все помещения общей площадью 3000 метров. Хотя есть и некоторые недостатки, которых можно было бы избежать ещё в начале ремонта, отметил губернатор. Это касается порогов на входе в залы, устаревших радиаторов, отопления. Также глава региона говорил о необходимости внедрения электронной системы хранения документов. На встрече с сотрудниками суда речь шла и о сотрудничестве всех ветвей власти. Самарские энергетики отметят свой профессиональный праздник 22 декабря. Энергосистема Самарской области объединяет 8 тепловых электростанций, более 160 линий электропередач. Для тех, кто несёт в дома жителей региона «Тепло и свет» в Самарском академическом театре оперы и балета прошёл торжественный концерт. Лучшие работники отрасли награждены почётными грамотами и благодарственными письмами губернатора области. И сейчас мы делаем всё для того, чтобы система совершенствовалась, управление конструкцией наших сетей, газовых сетей, компрессорных станций. Показывали «Интай Самару». Мы в первую очередь ввели, на будущий год введём вторую очередь. Это на самом деле на 50-е, там, на 75-е, 100% обеспечить Самару газом. На 11-ю ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая состоялась в четверг, 17 декабря, было аккредитовано рекордное число журналистов – почти полторы тысячи человек. Среди них и представители нескольких самарских средств массовой информации, в том числе и корреспондент телеканала «Самарагис» Олег Зверев. Его впечатления о пресс-конференции, которая длилась более трёх часов, смотрите в нашем следующем репортаже. География участников пресс-конференции – вся Россия. Многие страны зарубежья. Журналистам начинают выдавать бейджи с 8 утра. Операторы проносят в зал в общей сложности более 40 тонн видеоаппаратуры. Журналисты готовят яркие плакаты, чтобы обратить на себя внимание. Представитель Республики Югра Евгений Лебедько приехал с бубном шаманом. Более трёх часов прямых ответов на прямые вопросы. Нынешняя пресс-конференция главы государства стала рекордной по числу участников. 1400 аккредитованных СМИ работали в зале. И более миллиарда человек могли стать свидетелями трансляции в сети интернет. Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит уже в 11-й раз. Один из первых вопросов – что будет с экономикой? Ответ в полушутливой форме. Президент вспоминает анекдот про чёрную и белую полосы. И хотя ситуация достаточно серьёзная, всё-таки положительные сдвиги на лицо. Показатели стабилизировались. Рост, хотя и доля процента, но всё-таки есть. И это несмотря на то, что в мире наблюдается обвал цен на нефть. Президент предложил задействовать резервный фонд. Суверенные фонды в целом сегодня находятся на вполне, не просто удовлетворительном, на хорошем уровне. 11,8% ВВП. Мы выполнили все свои социальные обязательства в текущем году. Фиксируем естественный прирост населения. Это очень хороший показатель. Говорит о настроении людей, о том, что у них есть возможность планировать развитие семьи. Президент ответил на вопросы о перспективах нефтяной и авиационной промышленности. Также прозвучал вопрос о введении платы с дальнобойщиков по системе Платон. Все сборы идут в Дорожный фонд России. В автомобильной отрасли налоги платят, отчасти только платят за инфраструктуру, если так можно сказать, через акциз на бензин. Но только отчасти. А в других отраслях полноценные уплаты за инфраструктуру. Это привело к тому, что часть грузов, скажем, с реки, с моря и с железной дороги начала перекочевывать на автомобильные дороги. Возникло огромное количество грузовиков, которые негативно влияют на эту самую инфраструктуру. А транспортно-рог все платят одинаково. Что легковушка, что грузовик 12 тонн и больше. Важным объектом для России станет космодром Восточный. По словам президента, срок завершения строительства весна 2016 года. Самара в реализации этого проекта сыграет ключевую роль. И ракета, и первый спутник производства 63-го региона. На вопрос журналистов, изменится ли итоговая стоимость объектов, которые строятся к Чемпионату мира по футболу 2018 года, Владимир Путин ответил, что все проекты будут реализованы. Траты уже запланированы в бюджете. К тому же принципиальных изменений цен на строительство стадионов и создание инфраструктуры быть не должно. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События. Курс на импортозамещение 500 миллионов рублей под льготный процент. Такие выгодные условия от Фонда развития промышленности России получил жигулевский производитель стартерных аккумуляторов «Аком». На эти деньги наш местный производитель должен расширить проект по производству аккумуляторных батарей нового типа. Их продукция используется в автомобилях, на катерах и в системах резервного питания. Проект рассчитан на 5 лет и ожидается, что к 2020 году выпустят больше 4,5 миллионов штук инновационной продукции. К каждому проекту мы подкладываем гарантийное письмо, что область знает про этот проект, что область рекомендует реализацию этого проекта, что мы будем следить вместе с федеральным центром за реализацией, содействовать реализации проектов в планах импортозамещения. Стратегически компания была и создавалась, и цели все время такие ставились – стать глобальным поставщиком. Что-то такое. Это производство порядка 5-6 миллионов. Это, конечно же, финансовая устойчивость. Это создание, самим создание инновационных продуктов и разработка их. Тарифы на коммунальные платежи с нового года не изменятся. Повышение произойдет в июле. В среднем почти на 5%. В этот раз удалось сдержать рост. Так, в 2015 году индексация составила более 9%. Для социально незащищенных граждан сохранятся меры поддержки. Им будут предоставлять субсидии и ежемесячные денежные выплаты. С апреля следующего года в квитанциях появятся изменения. В строку плата за содержание жилого помещения включат общедомовые расходы на воду, электричество и теплоэнергию. Но их размер не должен превышать нормативы. Фактическую разницу будет оплачивать управляющая компания, обслуживающая дом. Кроме того, недобросовестные конторы накажут рублем. Из-за неправильной квитанции, из-за несвоевременной оплаты, то есть как юридические, так и должностные лица могут пострадать в виде административных штрафов. Самарская область по заболеваемости ВИЧ-инфекцией опустилась со второго места на седьмое. Об этом рассказал региональный министр здравоохранения Геннадий Гридасов. В области идет активная борьба, направленная на снижение показателей. Тем не менее, наиболее неблагополучными территориями считаются Самара и Тольятти. 74,5% заболевших – жители этих городов. Большим прорывом медицинское сообщество считает новый качественный уровень жизни младенцев, матери которых являются носителями вируса иммунодефицита. Если даже мама ВИЧ-инфицированная, вероятность того, что в 95-98% ребенок будет здоровый, мы уже это гарантируем. Поэтому в настоящее время у нас около 500 детей ВИЧ-инфицированных, пораженных. Их назвать условно, конечно, можно уже детьми, потому что по возрастной группе они уже и взрослыми становятся. Но ретро-антивирусной терапии очень много. Значит, мы достигаем охват почти больше 80%. А теперь коротко о других темах дня. Сегодня с 11 вечера и до воскресенья будет полностью перекрыт участок улицы Александра Невского от Транзитной до Октябрьской. Специалисты проведут там строительно-монтажные работы на газопроводе. На время проведения работ автобусы под номерами 7, 27, 59, 59А, 217, 229, 240 будут ходить по измененным маршрутам. В Тольятти по факту смерти двух человека за отравление поддельным алкоголем возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 20 ноября муж с женой приобрели у знакомого две бутылки рома с этикеткой элитного бренда. После распития напитка они были доставлены в больницу, но спасти их жизни врачам не удалось. Как показала экспертиза, в напитке содержание метилового спирта многократно превышало допустимые нормы. В официальный список претендентов на пост президента Всероссийской Федерации Легкой Атлетики вошли генеральный секретарь ВФЛА, член Совета ИААФ, Михаил Бутов, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, экс-чемпион Европы по прыжкам в высоту, действующий спортсмен Александр Шустав и бывший легкоатлет Максим Карамашев. Кандидатами в члены президиума ВФЛА стали 46 человек. Неочередная отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет 16 января 2016 года. В российских регионах проходит акция «Не паркуй ребенка». В Самарской области она продлится месяц. Сотрудники ГИБДД напомнят водителям о том, что в автоавариях дети пассажиры получают более серьезные травмы, чем взрослые. И расскажут об опасностях, которые могут возникнуть, если оставить ребенка одного в салоне автомобиля. В субботу 19 декабря в 11 часов в Самарской области пройдет всероссийская акция «Тест по истории Отечества». Для всех желающих организаторы подготовили 40 вопросов. На ответы отведено 45 минут. Акция пройдет на 35 площадках в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышске, Чапаевске и Кенель-Черкасах. Кроме того, тест можно будет пройти и на сайте акции. Дело об исчезнувших киосках. Сотрудники Самарского департамента потреб рынка проводят проверку штрафстоянок, куда вывозят незаконные торговые объекты. В начале декабря обнаружилась пропажа. Из почти 600 киосков, переданных на хранение фирме РГД, 400 исчезли. Муниципальный контракт нарушен, в связи с чем городская администрация обратилась в управление МВД по Самаре. Из-за подобных фактов бюджет терпит убытки, отметил глава города на оперативном совещании. Деньги люди должны возмещать в бюджет за услугу, которую муниципалитет оказывает по демонтажу и хранению. Мы не должны платить из-за налогов горожан за хранение чужого имущества. Это нужно делать очень быстро. Это задача одна из первейших. Сейчас переданы первые иски в суд об утилизации киосков, хозяева которых не найдены. Работы по вывозу незаконных торговых объектов продолжаются. В начале года в Самаре насчитывалось почти 3000 незаконных объектов торговли. Основное внимание уделяется киоскам и павильонам, которые мешают реконструкции Московского шоссе и улицы Новосадовой. Всего с начала года с территории города вывезено порядка 1300 киосков, что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Елочные базары, что уже появились во всех районах Самары, тоже взяли под особый контроль. У продавцов проверяют документы и то, как они соблюдают новые требования. Торговая точка должна содержаться в чистоте, а сами деревья упакованы в сетку. Добросовестность бизнесменов проверил Андрей Трой. Меньше двух недель осталось до начала нового года. И по всей Самаре уже открываются вот такие елочные базары. В этом году им придется работать по-новому. Некоторые нововведения заставили продавцов елок обзавестись фирменным оборудованием. Оформление торговой точки и чистота – это еще не все. Главное новшество этой зимы – теперь елку должны еще и упаковать. Это обязательное требование администрации Самары ко всем предпринимателям. Самый наилучший вариант – это упаковка посредством фабричного аппарата. Время упаковки елки составляет не больше 20 секунд. Это позволяет спокойно погрузить елку в машину без всякого мусора, без квои на полу. И спокойно до Нового года хранить ее. Немудренный аппарат позволяет быстро и без мусора упаковать елку в сетчатый кокон. В результате транспортировка становится проще, а мусора на улицах станет меньше. Сейчас, кстати, все предприниматели заключают с управляющими компаниями договор об обязательной уборке территории или вносят залог в размере 25 тысяч рублей. Без этих условий разрешения не выдается. Деньги можно вернуть, если точку после окончания торговли предприниматель уберет своими силами. Сотрудники Департамента потребительского рынка обязательно делают снимки торговой точки, чтобы проконтролировать качество уборки. Методика работает уже два года и на санкционированных точках всегда порядок. Андрей Трой, Константин Головин. События. За ужесточение наказаний нерадивых торговцев пиротехникой выступают активисты молодой гвардии. Ежегодно сотни людей в России становятся жертвами контрафактной продукции. В основном дети. Особенно острая эта проблема стоит в дни новогодних каникул. Молодогвардейцы предложили, во-первых, запретить продавать пиротехнику дети младше 16 лет, а во-вторых, существенно увеличить штрафы за торговлю контрафактом. Для граждан и должностных лиц предполагается повысить планку до 100 тысяч рублей, для юридических лиц до полумиллиона рублей с конфискацией товара. Это копейки по сравнению с тем, как вред это наносит. И поэтому та сумма, которая планируется, о чем мы говорили, это будет существенно воздействовать на людей, которые будут заниматься незаконной продажей технических изделий. Неработа – праздник каждый день. Так многие представляют будни работников ЗАГСа. Сегодня они отмечают профессиональный праздник. В этот день, 98 лет назад, началась история органов ЗАГС в России. Тогда был подписан декрет о гражданском браке, о детях и о введении книг, актов состояния. С того момента браки, разводы, рождение и смерти человека нужно регистрировать в государственных органах. С буднями работников ЗАГСа познакомилась Валерия Макарова. С этой самой минуты от имени государства я объявляю вас мужем и женой. Иногда эту фразу приходится произносить по 40 раз в день, но каждый раз признаются работники ЗАГСа по коже мурашки. Чтобы овладеть этой профессией, нужно быть и юристом, и психологом, и даже артистом. Независимо от твоего внутреннего состояния, какие у тебя проблемы дома, что-то еще в личной жизни. Если звучит марш Мендельсона, и ты стоишь на регистрации, то это все остается за кадром. На свадебные церемонии лишь верхушка айсберга. Эти же люди делают первую и последнюю запись в жизни каждого человека. Судьбы тысяч людей записаны в архивах ЗАГСа. Раньше все заполнялось вручную, и одним из критериев приема на работу был каллиграфический почерк. Сейчас выручают компьютеры, и все же работа с людьми занимает львиную долю времени. А вот вести свадебную церемонию доверят не сразу. Когда первый раз я поздравляла пару, мне даже оператор перед регистрацией. Вы волнуетесь? Да, волнуюсь. Вот, конечно, это все волнительно. Опытный глаз работников ЗАГСа сразу может определить, искренне ли чувства у пары. Здесь точно знают, настоящая любовь есть. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Измерение времени на рубеже 19-го и 20-го веков стало жизненной необходимостью для человечества. Тогда же в Швейцарии и Германии было налажено массовое производство часов. В музее Модерна открылась необычная выставка. Во времени путешествовала Марианна Мирная. Который час? Этот вопрос люди задают друг другу с начала 12-го века. За это время сами часы кардинально менялись. Напольные, наручные, карманные и, конечно же, настенные, без которых сложно представить любую квартиру, потому что они являются не только достоверным источником о времени, но и украшением интерьера. В музее Модерна посетители путешествуют во времени. Здесь открылась выставка часов. Экспонаты подбирали с особой тщательностью из фондов музея Алабина. Представлены экземпляры с середины 19-го века, которые украшали купеческие дома. Есть и представители советского прошлого. Одни из самых ценных часов из магазина Шварца. Один из самых знаменитых, наверное, торговцев, часовыми изделиями и ювелирными украшениями в Самаре. То есть у него был очень большой магазин на Дворянской улице, на улице Куйбышева. И вот он продавал, и вот есть у нас часы из его магазина. Познакомиться с уникальными часами можно в музее Модерна до 13 января. Мариана Мирная, Константин Головин. События. А сейчас пришло время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Лучший галкипер недели в континентальной хоккейной лиге вратарь Тольяттинской лады. Спидвейная мега-лада стартовала со второго места на чемпионате страны. Баскетболисты Самары прервали серию из одних поражений в Суперлиге. Самара наконец-то победила в Суперлиге. Последние несколько матчей местные баскетболисты проиграли. Теперь удача улыбнулась Волжанам. Пермская Парма сдалась при счете 90-78. Локомотивом поединка можно назвать Алексея Курцевича. Центральный набрал 11 очков за первые 4 минуты. И Самара ушла в отрыв 13-3. Ближайшие матчи граждане проведут в Ижевске. Соперник – Купол Родники. Одна игра в рамках чемпионата страны, вторая в Кубке России. Мегалада успешно начала командный чемпионат страны по ледовому спидвею в Каменск-Уральске. В Суперлиге тольяттинские гонщики дважды финишировали вторыми, оставив позади себя местную команду из соперников из Уфы и Стерли-Тамака. Новичок сезона столичной ЦСКА выиграл обе гонки, пока лидирует в турнирной таблице. Лучшим вратарем недели в континентальной хоккейной лиге назвали галкипера тольяттинской «Лады». Эдгарс Масальскис в двух гостевых матчах одержал две победы, в том числе одну отыграл на ноль и пропустил всего лишь одну шайбу. Сейчас «Лада» в регулярном сезоне занимает в Восточной конференции 12 место. Лидер – Сибирь из Новосибирска. На западе первое место у московского ЦСКА. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара Гиз» в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!